МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В наше время ищут новые причины и формулировки, но удается это далеко не всегда. Множество примеров потери человеком воли не имеют рациональных объяснений. Какие древние силы вселяются в нас и чего хотят? Меня зовут Анна Чаплин. И я начинаю расследование. Человек не один в собственном теле. Меня зовут Елизавета Ивановна. Кто такие икотки? Начинает кричать, лает, крюкать. Сила духа убивает. Он делает все для того, чтобы уничтожить человека полностью, как личность. Тайное оружие советской власти. И это оружие нужно было покорить мир. Тайны мира. Война за человеческое тело. Большинство людей и не подозревают. Они не одни в собственном теле. Соседи появляются, когда сознание хозяина спит. Лето 1922 года. Подошла к концу гражданская война. Несмотря на непростую обстановку в стране, правительство советской России изыскивает средства на специальную экспедицию вглубь Кольского полуострова. Ее возглавляет ученый и писатель Александр Барченко. Исследователей интересует загадочная болезнь, которую называют арктическим психозом. Менериком, зовом полярной звезды. Мереченье порой охватывало целые деревни на Крайнем Севере и в Сибири. Барченко попытался изучить те нейропроцессы фибрационные, процессы белого шума, процессы воздействия на человека, которые на Кольском полуострове шаманы доводили до безумия сотни тысяч людей. Вот описание типичного припадка. Сознание делается спутанным, появляются страшные галлюцинации. Больной начинает кричать, петь, ритмично биться головой об стену или мотать ею из стороны в сторону, рвать на себе волосы. Припадок мереченья может продолжаться как пару часов, так и целые сутки. Иногда приступы повторяются по нескольку дней подряд. Якуты, которых не обошла психическая зараза, говорили, бес мучает. Что касается болезней, вот именно вообще, в общем и целом, они связывались и до сих пор связываются очень многими людьми сельской местности именно с проделками злых духов, с проделками бесов. Невероятные слухи о таинственной напасти ползут по северным районам Российской империи. Рассказывают, что зараженные могут говорить на незнакомом языке, плавать, хотя раньше не умели, а то и вовсе спокойно проткнуть себя ножом, не оставив на теле и следа. Одержимый мереченьем подобен шаману. Ему приписывают неординарные способности и силу, поэтому недуг еще называют шаманской болезнью. О ней знали русские ученые, в том числе нейрофизиолог Владимир Бехтерев, основавший в 1918 году Институт мозга. Пришла пора заняться арктическим психозом всерьез, что Бехтерев и предложил Александру Барченко. Исследование загадочной северной болезни стало одной из целей экспедиции. Но команду Барченко ждали более серьезные находки. Отправляясь из Мурманска в августе 1922 года, ученый об этом еще не подозревал. Об икотке, загадочной северной напасти, хорошо знают в Архангельске и Коми, в Перми и Карелии. В женщин разного возраста вселяется кто-то чужой и начинает ими командовать. Существо живет своей жизнью и говорит другим голосом, или, по словам местных, кричит. Бывали целые эпидемии. В Пинежском районе Архангельской области хорошо помнят, как в 70-х годах в одной из деревень женщины кричали едва ли не в каждом дворе. Врачи не знали, что делать. Не помогали ни лекарства, ни гипноз. Такая женщина начинает кричать, лаять, хрюкать, плакать, икать, поскольку диафрагма судорожно сокращается у нее. Начинает что-то выкрикивать, показывать, что что-то вокруг нее находится на небесах, в углу комнаты еще что-то такое. И так может тянуться неделями. Икотка вселяется в тело человека и живет в нем годами. Сначала это пугает хозяйку, потом она привыкает. Другого выхода нет. Она больше не может себя контролировать, а избавиться от икотки почти невозможно. Икотки бывают добрыми, а могут иметь вздорный характер. В подавляющем большинстве случаев икотка четко выбирает жертву по половому признаку. Это связано с эмоциональными различиями мужчин и женщин. Практически всегда это расстройство бывает у женщин, у мужчин исключительно редко. Не потому что мужчины умнее, а просто потому, что у них эмоции более сглажены, менее выражены. И мужчина реагирует умом своим, а не эмоциями. А женщина это только эмоции и больше ничего. Ванне Бушуевой. Чужой поселился много лет назад. Он молод. И иногда 84-летней бабушке приходится бегать, как студентке. Сперва хозяйка боится камеры в руках оператора. Женщина уверена, объектив может отнять у нее душу. Снимай, снимай. Куча Берман, ты иди снимай. Снимай, снимай. Своего якотку Анна Дмитриевна получила так же, как и большинство других зараженных. Через питье. Ее угостила пивом некая Настя, колдунья и знахарка. Потому и якотку в округе прозвали Настаович. Снимай. Это все. Все, что я не могу. Я не могу. Я не могу. Мне это не было. И мне нужно было. И мне не было. Я не могу. Я не буду, не слышать. Я не могу. Это правда? Да. Анна Бушуева живет на Атшибе. Несмотря на мирный характер Настаовича, односельчане и котку побаиваются. А многие смогли воочию убедиться в существовании беса. Но болезнь не всегда вызывает только страх и отвращение. Известны случаи, когда и котка помогает хозяйке и облегчает жизнь окружающим. Далее в программе. Кто-то кому-то хочет отомстить. Если вселяется кто-то чужой. Они ищут себе замену, чтобы передать этот дар. Бес живет в каждом. Там, где бесы, там полная иррациональность. Там ничего не может быть обеционально. Я раскрою все тайны. Анну Александровну знают далеко за пределами района. Даже из-за границы приезжают. За помощью и советом к женщине приходят в самых тяжелых случаях. Когда от больных отказывается современная медицина. Вот уже 9 лет Ванне Чепелевой живет бес. Меня зовут Елизавета Ивановна. И как давно вы поселились в теле Анны Александровны? Я... Когда это произошло, икотка говорила почти сутки, не умолкая. А Анна Александровна ничего не могла поделать. Вот и живут теперь в одном теле. Икотку легко распознать по голосу. Да и говорит Елизавета Ивановна по-другому. На вдохе. Уже мы пошли в лес на лошадках. Простите, давай ей. И она к ее мне подала. Вот так я у Анны Александровны начала жить. Исцеляя других, себе помочь икотница Анна Чепелева не может. У нее рак. А Елизавете Ивановне, живущей в ней, только 27. Покинуть хозяйку до ее смерти, икотка не в состоянии. Когда вот они умирают, и на протяжении, там, скольких лет, они ищут себе замену, чтобы передать этот дар, чтобы помогать людям в дальнейшем. Речка Пинега – приток Северной Двины. Здесь икоткой никого не удивишь. Человек идет, и если ты ему как-то не понравился, или взглянул на него не так, да, ну, начинают на тебя икоту сажать, вот какая ты там противная, какая ты плохая, то есть они вот этим образом оставят на тебя порчу, что все равно тебе жизнь не дадим, ты будешь плохо жить, у тебя будет все болеть. Икотка как порча. Ее могут наслать за неосторожно сказанное слово, за недобрый взгляд. Человек уже как бы, с моей точки зрения, так подвержен мыслям другого человека. В тех, кому подсажена икотка, поселяется другая личность. В икотниц в области по-прежнему верят. Их сила не имеет рационального объяснения, а потому пугает. Приехавшим в Спинеге даже квартиру в Архангельске не сдадут. Икотка упоминается с 17 века. Одержимым тогда жилось не сладко. Икотниц считали ведьмами, и судьба их ждала соответствующая. Признанных виновными в сношениях с нечистой силой жгли в срубах. Сейчас тех, кто знает древние рецепты, почти не осталось. Они могут наплевать, например, в стакан. Ты ушел куда-нибудь, они там тебя загорели. Хватит всего лишь пару слов сказать вот этих проклятых. Сначала нужно обойти свой двор и созвать духов, живущих в сарае, в курятнике, в доме. Они помогут дать отвару силу. Потом приготовляются свечи по особому рецепту. Бичева, конский пот, куриный помет и земля с кладбища. Эти свечи прогорят, и полученный воск настаивают еще месяц. И тогда уже его можно подмешивать в квас и пиво. И, конечно, сделать это могут лишь те, кто обладает скрытой силой. У кого есть ключ к энергетическому хранилищу предков. Кто-то кому-то хочет отомстить, сил нет. Он начинает обращаться к каким-то высшим силам. Север все еще хранит немало тайн. Древние племена, обитавшие там, где сейчас Архангельск, Пермь, Кольский полуостров, обладали знанием, которое им пришлось спрятать от врагов и от всего мира. Таинственные пещеры и лазы в земле можно встретить по всему северу. Далее в программе. ЧК, оккультный отдел. По следам арктического психоза. С них сдирают кожу. Заживо. Эпидемия полтергейста. Талантливый исследователь и литератор, профессиональный экстрасенс, Барченко давно изучал паранормальные способности человека, телепортацию и передачу мыслей на расстоянии. Продолжил он свои изыскания и после революции, но уже под опекой ГПУ. Институт Бехтерева и лично сам Барченко курировались Глебом Бокием, оккультным отделом ВЧК. То есть создается совершенно конкретная, четкая видимость, что ЧК, оккультный отдел, потому что все это работает под руководством Глеба Бокия, начальника оккультного отдела. Некоторые историки считают, что именно по инициативе Бокия в 1921 году Дзержинский принял решение о создании секретной лаборатории нейроэнергетики. И когда наметилась экспедиция для изучения меряченья, ее поручили именно Барченко. Меряченье, которое больше походило на зомби. И Барченко, так как он возглавлял лабораторию нейроэнергетики, он должен был, обязан был изучить все это. Летом 1922 года он отправляется в русскую Лапландию искать причины психической заразы. И вот в глухой тундре, в районе Сейдозера, экспедиция находит массивный прямоугольный камень. Всех поразила его правильная форма, а компас показал, что он ориентирован по сторонам света. Таких камней в тундре немало. Лопари, то есть Саамы, называли их Сейды. И поклонялись им. Находки на этом только начинались. Лопари показали исследователям вход в загадочную пещеру. Вот только проникнуть в нее никому не удалось. Даже приближение к этим пещерам наводило ужас на людей. У них было впечатление, что с них сдирают кожу. Заживо. Причем это было не просто выражение сдирать кожу, а выступала кровь, когда они приближались к подземелью. Местные шаманы рассказали, что охраняют вход в пещеру. Барченко вновь услышал предание о древнем племени Чуть, которое ушло под землю от захватчиков. На врагов шаманы наслали мереченье. И такую же легенду рассказывают об икотке. Да и симптомы болезни удивительно похожи. Там, где бесы, там полная иррациональность. Там ничего не может быть объяснено логикой. Значит, они ставят человека в такие ситуации, как в церковном искушении, искушают его, когда он проявляется не самым лучшим образом, мягко выражаясь. В 17-18 веках в Европу пришло понятие амок. Состояние необузданной одержимости, свойственное жителям Филиппин, Малайзии и соседних стран. Впадая в амок, человек уже не может себя контролировать. Он то несется, сломя голову, то нападает на всех вокруг. Тот, кого охватывал амок, переставал быть собой. Он мог нанести увечья и окружающим, и самому себе. Вплоть до самоубийства. Избавить страдальца от амока практически никогда не удавалось. А вот церковь научилась освобождать человека от вселившегося в него беса. В православии такой обряд называется отчитка. У католиков экзорцизм. В исламе изгоняют джинна, в иудаизме – дипука. В Ватикане есть специальная школа экзорцистов. У нас обряд проводят лишь избранные священники. Главное оружие против бесов – молитва. Манифестация – это проявление духа нечистого в человеке. Дух нечистый скрывает свое присутствие, как правило. Скрывает. А молитва – это такое состояние, где он не может скрывать свое присутствие. Несколько лет назад жизнь Любови Александровны Яроценей пошла под откос. Похоронила родителей, потом любимого человека. Начались проблемы со здоровьем. Будто кто-то сглазил. И по совету знакомых она пошла в церковь. Я тогда еще не знала, что это по-научному называется экзорцизм. А когда я прочувствовала, что со мной было на этой отчитке в Сергием Посаде, я, наверное, глубже стала понимать некоторые вещи и, наверное, стала стремиться изучать духовный мир. Отчитки помогли. Любовь Александровна ощутила поразительные перемены и в теле, и в душе. Ведь эти категории очень тесно связаны. Я знаю, что у меня после отчитки было. Как батюшка сказал, что на физическом уровне, когда отчищается душа, если ты правильно исповедуешься, причащаешься, соборываешься и так далее, начинает отчищаться тело. Таких случаев немало. На отчитку приводят родственников и знакомых. Любовь Александровна привезла подругу, когда у нее стала рушиться семья и участились обмороки. Батюшка помог, хоть и не сразу. Когда первый раз она побелела, вы понимаете, она упала, и мы ее откачивали. Второй раз ей уже было легче. А третий раз, вот здесь она стояла у этой иконы, и она около иконы присела. И когда батюшка подошел, ее поднял, и потом вот так вот, как бы, благодать на нее, с иконы вот прям благодать на нее опустил. И она глаза открывает. Батюшка, спасибо. Я живу. Одержимость бесом очень похожа на проявление меречения. Человек совершает хаотические движения или бьется в судорогах. И также источники хранят сведения о целых эпидемиях одержимости. Например, во Франции в первой половине 17 века. Монахини в разных городах утверждали, что в них вселились сотни, а то и тысячи дьяволов. Сегодня священники объясняют беснование той энергии, которая есть у человека и которой не хватает жадным бесам. Они ангельской природой, но они точно так же нуждаются в подпитке. А подпитка невозможна по их гордости. Откуда они подпитываться? Только могут, только украв эту самую энергию. Где? У человека украв. Значит, каждый человек по своей природе – это уже объект преследования Бесовского. На дворе уже не средневековье. Меняются представления об одержимости и отношения к ней церкви. Об экзорцизме сняты фильмы и написаны книги. Но оружие против нечистой силы предпочитают проверить. Методы изгнания бесов не меняются столетиями. Священники до сих пор пользуются некоторыми заклинаниями, известными с четвертого столетия. На отчитки отца Семена собираются сотни людей. У него нелегкая работа, тем более, что во время обряда сам батюшка может пострадать от одержимых прихожан. Точнее, от живущих в них бесов. Я всегда содрогаюсь, когда он к людям подходит, и когда ему руки кусают, лицо царапают. И мы это видим все, вы понимаете? И он все это на себя замыкает, он снимает людей все. Людям легче, а ему-то ведь нет. Одержимостью сначала сочли и странное поведение юной англичанки в 1931 году. Акумхэта туэма мадалута. 13-летняя Розмари вдруг стала называть себя жительницей древнего Египта и заговорила на каком-то непонятном языке. Девочкой тут же заинтересовались ученые. Доктор Вуд из Британского общества психических исследований записал несколько ее странных фраз и послал известному египтологу Халму. Тот лично встретился с Розмари и задал ей несколько вопросов о повседневной жизни древнего Египта. Во всем мире ответить на эти вопросы могли лишь несколько историков. Каково же было удивление, когда оказалось, что речь девочки вовсе не бессвязная чепуха. Вывод ученого всех поразил. Розмари говорит на языке, которым пользовались египтяне в 15-м веке до нашей эры. Загадку ксеноглоссии не удалось разгадать до сих пор. И это лишь один из примеров расщепления личности. Марии Ермаковой 84 года. Она понятия не имеет, как оказалась на крыше пятиэтажного дома. Не знают этого и спасатели. Давно у них не было таких вызовов. О лунатизме старушки в доме знали и раньше. Но до такого экстрима еще не доходило. В пять утра пенсионерку случайно заметили из окна дома напротив. Трудно объяснить, каким образом она пробралась на чердак и вылезла на крышу. Человека, страдающего лунатизмом, тоже ведет кто-то незримый. И природа этого явления известна не до конца. Во время снахождения часть мозга находится в состоянии сна. Разум в это время спит. А другая часть мозга, которая отвечает за двигательную активность, которая отвечает за регуляцию двигательной активности, чтобы избегать опасности, она в это время подбуживается, водорствуется. В нашем привычном мире есть целая категория людей, которые обладают даром слышать зов другого, бестелесного мира. Это медиумы. Они общаются с духами и передают их послания живым. Некоторые медиумы считают, что во время сеансов они становятся одержимы существом, с которым общаются. Далее в программе. Был Алеша, а потом вдруг представился Фатима. Полтергейст против ребенка. Он делает все для того, чтобы уничтожить человека полностью, как личность. Сеть злых духов. Полтергейст может управлять людьми, как зонди. Я раскрою все тайны. Человек не одинок в своем теле. Временами за него разворачивается настоящая война. Неведомые силы стремятся захватить сознание и подчинить людей себе. На севере России немало таких примеров. Загадочная икотка, мереченье, арктический психоз. Этим явлением пока нет объяснений. Чем кончилась кольская экспедиция Александра Барченко, до сих пор точно неизвестно. Результаты спрятаны в архивах спецслужб. Исследователи давно хотят понять, что вселяется в бесноватых, кто ведет лунатиков и говорит с медиумами. Всеми нами руководит это биополе. Нашими взаимоотношениями, кроме того, что воздействие напрямую, мы можем еще через большие расстояния воздействовать на других именно биополем, через космос. Ощущать или на кого-то направить и так далее. Даже лечили некоторые через космос. Известна серия случаев в поселке Светлой Томской области. Четыре года одолевала жильцов одного дома загадочная недобрая сила. Далеко за пределами Томска стал известен этот полтергейст, которому дали название Фатима. Он не оставлял семью Вороновых в покое несколько лет. Он как член семьи был, да. Какое-то время он был Алешей, а потом вдруг представился Фатима. Не знаю, вот мы у него не спрашивали, кто он и откуда, и что мы у него не спрашивали. Вот пакости он делал. Гвозди начали загораться, железяки всякие, всякие писанины стали появляться. Впервые злой дух проявился именно здесь. Придя домой, Вороновы обнаружили нечто странное и пугающее. Все вещи были разбросаны по квартире, а в кладовке оставлено послание. Огибаю. С тех пор по квартире начали летать вещи. Это безобразие стало повторяться изо дня в день. Особенно доставалось внуку Галины Сергеевны Егору. Он стал слышать голос какой-то Фатимы. Психиатры каких-либо нарушений не нашли. Злобная Фатима не оставляла мальчика в покое. Она не только нападала на него дома, но и везде следовала за ним. Даже в школу. В тетрадях маты писала, значит, там, на полях. Конкретно на полях. Бесовский знак. Такой круг. Крест, значит, вниз головой. Бабушка поняла, что без экстрасенса не обойтись. Однако все, к кому она обращалась, против Фатимы были бессильны. Бабушки и дедушки приходили, молитвы читали, и Фатима читала. Вперед даже отчитчика этого, значит, читала молитвы, все знала молитвы. Лишь одной целительнице удалось с ней справиться. На семью сделано было крест сатаны поставлено. Что такое крест сатаны? Когда вселяют вовнутрь сатану, и душа как бы покидает тело и находится сзади человека. То есть вот видно. И не было у людей ауры. Ауры не бывают только у мертвого человека. Говорят, аура остается 2-3 миллиметра даже у мертвого. Но у них в тот момент вообще не было. Экстрасенсы считают крест сатаны сильнейшей порчей. Навести ее может лишь настоящий колдун. Кому и чем помешала семья Вороновых и конкретно школьник Егор целительница не знает. Но они ей обязаны освобождением от дьявола, а может и жизнью. Он делает все для того, чтобы уничтожить человека полностью, как личность. Чисто психологически. Почему люди еще очень часто попадают на психу, говорят, потусторонние какие-то голоса появляются. Вот это когда есть сатана. Свидетельства полтергейста и других странных явлений появляются в Томской области регулярно. Причину невероятных аномалий местные исследователи видят в том, что в районе Томска находится геопатогенная зона. Не единственная в России. Экстрасенсы и парапсихологи заметили, что аномальные явления нередко сосредотачиваются на определенной территории. В геопатогенных зонах полтергейст, странные болезни и другие необъяснимые вещи могут циклично повторяться десятилетиями. И главное, у явлений, разбросанных во времени и пространстве, очень много общего. Так появилось понятие полтернет. Сеть понятие было введено, потому что полтергейстные события в разных концах Земли и в разные эпохи, они очень похожи друг на друга. Так же, как похожи, допустим, импульсы, которые проходят по телефонной сети. Чтобы эти события были одинаковые, нужен какой-то один и тот же центр, где по определенной технологии, по стандартам задаются полтергейстные события. Общих признаков можно найти немало. Странные записки, появляющиеся неоткуда, написаны похожими почерками. В конце 80-х в Москве и Подмосковье отмечалась серия полтергейстов в разных квартирах. И везде хозяек звали Валентина Ивановна. Часто номера полтергейстных квартир делятся на 11. Вот как раз эти факты и множество еще других доставляют вводить новую гипотезу о том, что полтергейсты являются событиями, которые индуцируют, по-научному говоря, определенная сеть, похожая на нашу земную телефонную сеть или компьютерную. Также замечено, что, например, в Томске необъяснимые события имеют 11-летний и 22-летний циклы. Возможно, это связано с периодичностью солнечной активности. Кстати, вспышки меречения на севере связывали с активностью полярного сияния. И мереченье, и ягодка явление одного порядка. Даются всякие термины. Если человек религиозный, вы бесы вселились. На самом деле, это все разновидности полтергейста. Полтергейст может управлять людьми, как зомби. Если верить этой теории, то случаи вселения в человека других сущностей, будь то психическая зараза, икодка или беснование, исходят из единой древней системы и ей подчиняются. Быть может, на поиски этой системы ГПУ отправила Александра Барченко. Что нашла экспедиция, до сих пор остается загадкой. Но дались эти находки слишком дорогой ценой. Местные шаманы ни за что не хотели, чтобы кто-то проник в их тайны, которые, кажется, охраняла сама тундра. Сюда пришло 59 человек, а вернулась экспедиция 23. Далее в программе. За ним закреплено это звание икод. Как устоять перед бесами? Они могут нас уничтожить за два часа весь земный шаг. Что нашла в кольской тундре экспедиция Барченко? Нигде это не выставляют. Я расстроилась. Все тайны. Вскоре после возвращения петроградские газеты написали. Барченко обнаружил следы культур более древних, чем египетская цивилизация. Но на этом все упоминания о результатах экспедиции закончились. Возможно эти следы жертвенные камни саамов или другие странные сооружения в тундре до сих пор неизвестно, куда вела пещера, найденная около Сейдозера, и что еще нашли там исследователи. Есть донос одного из сотрудников экспедиции, тоже ученого, на то, что господин Барченко занимается не тем, чем что ему поручено в коридорах ЧК. Оказывается, он занимался поиском как раз параллельных миров, поиском других цивилизаций. Отчет самого Барченко заканчивался мнением, что лопари являются старейшими предками народностей, покинувших впоследствии северные широты. Более того, ученый не исключал, что лопари наряду с карликовыми племенами всех частей света являются древнейшими прародителями значительно более высокорослой белой расы. Известно, что выводы главы экспедиции произвели невероятный эффект. Он доклад сделал в географическом обществе, который поверг весь мир в ужас, потому что ну как это так, все считали Тибет главной вотчиной зомби, а здесь оказалось, что еще и Кольский полуостров. Итоги экспедиции засекретили, а вся дальнейшая работа Барченко велась под присмотром спецотдела ГПУ. Чем же так заинтересовало большевиков предание о спрятанной силе северных племен? Неужели они всерьез хотели найти то, что веками вселяется в лопарей и потомков чуди? Любое явление на нашей планете и в межпланетном пространстве всегда подчиняется законам логики, всегда подчиняется тем правилам, которые были выработаны в истории человечества. Но другое дело, что эти правила, они не все могут объяснить, просто не пришла еще пара. Параллельно с работой в спецотделе Барченко вступил в единое трудовое братство. Цели этого оккультного общества лежали далеко на востоке. Александр Барченко мечтал об экспедиции к загадочной Шамбале. В едином трудовом братстве состоял и его непосредственный начальник Глеб Бокий. Как неудивительно сейчас звучит, но тогда возникла идея провести в Москве в 29-м году международный съезд мистических организаций. Правда, он так и не состоялся, как и восточная экспедиция Александра Васильевича. Он был расстрелян в апреле 38-го года. Труды Барченко канули в секретных архивах НКВД и так и не были обнародованы. В том числе затерялись и итоги Кольской экспедиции. Все, что он добыл, до сих пор секретно, нигде это не выставляется, ни в каком музее вы это не увидите. Может, только на фотографиях видеть, когда делали фотоснимки. Однако природа вселения в человека незваных гостей по-прежнему волнует исследователей. Кто направляет мереченье и якотку? Это могут быть проявления зловещего полтернета, вырывающегося наружу с помощью посредников. А может быть, у них вообще благая цель помочь человечеству? У тех, кто производит полтергейст, то есть это вот сеть полтернет, мы предполагаем, что она разумная по-своему. Им не надо с нами воевать. Они могут нас уничтожить за два часа весь земной шар. У них такое могущество. Другое дело, что они нами управляют, может, как-то хотят сделать лучше, может, даже жестокие методы. Но чаще вселившиеся духи все-таки наносят вред. Понять, кто же они, помогает история язычества, из которого вышли все современные верования. Древние славяне верили в заложенных покойников. души тех, кто закончил жизнь не своей смертью, не успокаивались и вредили людям. Считалось, что неуспокоенные души вполне могут переходить из одного мира в другой, то есть являться живым в той или иной форме. человек попадает либо в рай, либо в ад. В славянском язычестве такого нет. Там мир мертвых он постоянно соседствует с миром жилых. Более того, возможны переходы и туда, и обратно. Переселение душ одно из древнейших верований человечества. Согласно теории реинкарнации, тонкое тело умершего его дух находит новое грубое тело, чтобы воплотиться в новом существе и продолжить бесконечный путь развития. Но вполне может быть, что не всякая душа сразу находит себе новое тело. Возможно, она наказана за прошлые грехи вечным скитанием в полтернете. Есть люди, которые об этом знают и умеют вызывать эти темные сущности. Как древние шаманы, посредники могут соединяться с хранилищем духов, чтобы вызвать того или иного для определенных целей. Сама технология отработанная, на мой взгляд, такая, что кому-то нужно на кого-то воздействовать в негативном плане в первую очередь. Обращается к тому человеку, который якобы там обладает этими способностями. И у него за ним закреплено это звание икотник. Обращается с просьбой, воздействует на такого-то. Раз до сих пор существуют незваные гости, пытающиеся вселиться в наше тело, значит, есть и те, кто их направляет. Загадочные недуги не покидают северные земли. Кажется, древние духи по-прежнему кого-то или что-то защищают. Они не хотят, чтобы люди их забыли. Поэтому еще встречаются полтергейст и кодки и приступы полярной заразы. И кто-то благодаря своим сверхъестественным способностям может управлять этими аномалиями. Это власть над остальными людьми. Это контроль поведения. Это способ подчинять своей воле. Конечно, это не могло не интересовать советские спецслужбы. Органы НКВД могли брать на вооружение какие-то ну, даже не обряды, а скорее практики, которыми могли пользоваться шаманы, колдуны. Тем более, все мы знаем, что советская верхушка она была крайне суеверной и естественно этим могла пользоваться. Другой вопрос то, что эта информация она засекречена и простому обывателю она я думаю, что недоступна. Если всерьез рассматривать это объяснение их могущества, то может оказаться, что экспедиция Александра Барченко дала свои результаты. Он вполне мог разгадать секрет меречения, а значит найти способ связи с полтернетом и использование его обитателей для вселения в людей. То есть для контроля над ними. Духи и есть то психотропное оружие, которое разрабатывалось в секретных лабораториях НКВД. Оружие, которым владели когда-то доисторические культуры. И это оружие нужно было покорить мир. Сейчас никто не может точно сказать, были ли успешны тайные советские исследования. А какая-то темная неуправляемая сила по-прежнему вселяется в людей на севере и в других районах. Икотка, мереченье и еще множество непонятных напастей, перед которыми бывают бессильны врачи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА